300 граммов свежих фруктов и овощей, 100 граммов мяса или рыбы, стакан сока и немного сливочного масла. Это не рецепт из поваренной книги, а рекомендации по организации питания современного школьника. В нем должно присутствовать большое количество витаминов, белков и углеводов. Никаких озеровок и чипсов, только супы, каши и салаты. Качественная пища – залог здоровья и успешной учебы. Это подтверждают врачи и ученые. Что готовят в столовых, где приобретаются продукты питания, кто и как контролирует качество школьных блюд. Расскажем об этом прямо сейчас. Здравствуйте, в эфире программа «Качество». В столовой 44-го лицея работа закипает рано утром. Уже после первого урока сюда придут ученики младших классов. На завтрак им подают молочные каши. В обеденный перерыв ребят будут почивать супами, блюдами из мяса и овощными салатами. Новое меню здесь составляют каждый день. Рацион школьников должен быть разнообразным. В понедельник – жареная рыба, во вторник – котлеты. Никаких оригинальных рецептов, стандарты для поваров устанавливают в Роспотребнадзоре. В начале каждого года школы согласовывают с ведомством свое меню. Полтавские котлеты сегодня идут детям 50-граммовые. У раскатки идет чеснок, соль, соль и сухари панированные. И с говядиной. Что приготовить и в каких количествах? Все рассчитывается в калориях. Суточная норма для ребенка 13 лет – 2800. То есть столько же, сколько и у взрослого человека. Ежедневно школьник должен получать 90 граммов белка и более 300 граммов углеводов. Именно они являются основным источником энергии для мышечной и умственной деятельности. Ученые уже давно доказали, что на уроках дети тратят много сил. В школьный рацион необходимо включать и большое количество витаминов. Фрукты, овощи, мясо, рыба, картофель, молоко. Эти продукты дети должны употреблять каждый день, чтобы учиться на отлично. В школах необходимо организовать грамотный питьевой режим. Эксперты отмечают, что за день ребенок должен употреблять не менее полутора литров воды. Конечно же, чистой, не из крана. Роспотребнадзор рекомендует образовательным учреждениям приобретать кулеры с очищенной водой или же устанавливать в коридорах специальные фонтанчики с фильтром. Второй вариант. Школам обходятся дешевле. В качестве того, что сейчас готовят в школах, можно не сомневаться. Оборудование большинства столовых модернизировали. На смену старым печам пришли современные параконвектоматы. В составе блюд только полезные ингредиенты. К примеру, жарить мясные деликатесы поварам сейчас позволено только на сливочном масле. Раньше школьные котлеты были не такими уж и аппетитными, признаются сами педагоги. Доедайте жаркое, дети. Растущему организму нужна пища и дисциплина. Если жаркое так полезно, почему вы его не едите? Если раньше они с удовольствием ели колбасу и сосиски, то теперь они любят курицу разного приготовления, мясо разного приготовления. И качество приготовления котлет, конечно, сейчас отличается от тех, которые делали 10 лет назад. И если посмотреть, то ребята уже потихонечку приучаются и понимают, что котлеты – это тоже настоящий, хороший, качественный продукт. Три года назад у нас снимали передачу о качестве питания, и там ребята высказывали о том, чтобы поменьше давали котлет. И буквально через год уже спрашивая их о котлетах, они сказали, а котлеты вполне съедобные и вкусные. Продукты питания школьные и столовые приобретают в специализированных комбинатах. Все, что привозят на эти базы, исследуют ветеринарные врачи. Требования к поставщикам продукции предъявляют серьезные. Мясо без костей, яйца и полуфабрикаты – только высшей категории. Привозят в лотках оно сертифицировано, с пломбами, с клеммами. И здесь договор мы составили с ветслужбой, с нашей, и имеется врач-эксперт. Комбинаты питания заключают контракты со школами по итогам конкурсов. Получить такое разрешение предприятиям довольно непросто. Их деятельность контролирует Роспотребнадзор. Нарушение санитарных правил карается большими штрафами. У них свой план проверок и так далее. Они в рамках производственного контроля тоже проводят исследования норм соблюдения воздуха, освещенности и других показателей. Для того, чтобы обеспечить еще качество, конечно, есть еще некоторые требования. Все они определены нормативными актами. Это требования к помещениям, в которых оказываются услуги общественного питания школьникам. Это требования к посуде, какая посуда должна быть. На комбинатах питания проверяют продукты, а все, что из них готовится, исследуют эксперты пищевой лаборатории. Сначала специалисты изучают, в каких условиях работают повара. Кухня в школьной столовой – место особое. Здесь всегда должна соблюдаться идеальная чистота. Как и в больнице, вход без халатов сюда заказан. В помещении санитарные врачи проводят тщательный осмотр. Оценивают исправность оборудования, условия хранения товаров, изучают документы. Проверяют чистоту мебели, посуды и даже одежды персонала. Из-за любого нарушения технологического процесса кишечная палочка может попасть в готовые блюда. А это уже явная причина пищевого отравления. Основным таким критерием, конечно, является соблюдение личной гигиены персоналом. И для этого на предприятии мы отбираем смывы с чистой посуды, инвентаря, рук, санитарной одежды на наличие бактерий группы кишечной палочки. Параллельно отбираем пробы готовой продукции на микробиологические исследования. Это на кишечную палочку, на сальмонеллы, на золотистый стафилококк. Пробы отбираем, регистрируем и отправляем в лабораторию для дальнейшего исследования. Блюда в столовой эксперты сначала пробуют на вкус, потом оценивают их запах и даже цвет. Чтобы провести более сложные экспертизы, с каш, супов, котлет и выпечки снимают пробы. Испытания продуктом специалисты устроят в лаборатории. Сейчас, Нина Ивановна, мы с вами отберем на физко-химический анализ. Вы мне ее уже все размешали, перемешали на физко-химический анализ, который будет произведен в лаборатории. Все, можно закрывать. Для исследования продуктов питания в лаборатории установлено самое необходимое оборудование. Впрочем, главными помощниками экспертов являются не только приборы, но и специальные растворы. На анализ сюда поступают пробы со всех городских школ. Проверка первая, из чего приготовлена котлета. Повара могут пожалеть мясо и добавить в блюда крупы, картофель и хлеб. Такой продукт специалисты бракуют. Ну так как же с талантами? У меня трое. Со всего-то отряда? Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверю. По полкотлеты. А если кто пеет, танцевать не умеет, пусть стих выучит. Вольные движения под аккордеон. А лучшие из вас, самые достойные. Вспомним, ребятки, кого мы называем самыми достойными? У кого хорошая дисциплина. Правильно, еще. Кто все до конца съедает. Кто в тихий час пет. Кто кроликам травку рвет. Молодцы. Так вот, самые достойные пройдут круг почета в маскарадных костюмах. А фокусы показывает, где талант? Талант. И сейчас. Для всех, кроме нас. Пошли, пошли. Ребята, давайте положим котлеты в шкатулочку с сюрпризом. А то мало ли что. Быстрее. Давай быстрее. Эй. А ну. Что это у вас тут? Пожалуйста, посмотрите. Должно быть только мясо, лук. И все. И немножко панировки, чтобы котлета в процессе технологической обработки не потеряла свой вид. Котлетная масса идет. Говядина в данном случае в школьных столовых используется, нежирная говядина. Мясо здесь главное, чтобы не было фальсификации. А так делают куриные котлеты, из мяса говядины делают. Сейчас мы проведем исследование данного мясного изделия на предмет фальсификации. Для этого раствором люголя качественная реакция. Несколько капелек на середину котлетки. Видно, что цвет никак не изменился. Если бы была фальсификация, то у нас это бы место окрасилось в темно-синий цвет. Значит, изделие натуральное, что соответствует нормативной документации. Проверка вторая. Отобранные пробы проверяют на соответствие рецептуре. К примеру, школьные каши не должны быть слишком жирные. Готовить их позволено только из сливочного масла. Добавлять в состав блюда маргарин категорически запрещено. Чтобы выявить в продукте вредные вещества, эксперты в специальном шкафу выпаривают влагу. И взвешивают смесь на весах. А вот так проверяют качество творога из ватрушки. Его перемешивают со специальным раствором. Пробы блюд, которые были взяты в столовой 44-го лицея, испытания выдержали. Патогенных микроорганизмов в продуктах не обнаружено. В основном хорошо готовят. Если вас касаются недовложения, если вы интересуетесь, да, или перевложения, что-то одинаково плохо. Изредка случается, но это крайне редко. Ну, там, скажем, в районе одного процента может быть. Иногда меньше даже. Иногда вообще не бывает. В случае, это если вот сколько всего проверок у нас на квартал, скажем, было, если там 1,5%, 1% вот так вот, недовложений или перевложений случается, если, ну, не более. Вот на нитраты вам показывали исследование? Вот за последние два года, сколько я здесь работаю, нитраты, чтобы лишний процент, ну, свыше допустимого количества ни разу не выявлялось. Задача специалистов пищевой лаборатории – это выявить недостатки, нарушения, которые могут возникнуть в ходе приготовления кулинарных блюд. Вот они проверяют эти блюда по микробиологическим показателям, по физико-химическим показателям. Кроме того, проводят обследование, берут смывы с разного оборудования, с рук специалистов, которые готовят эту продукцию. И, естественно, в ходе проведения анализа выявляют, действительно, там есть какие-то микроорганизмы, которые недопустимы в кулинарных блюдах. Вот как только выявляется такое нарушение, руководство комбината питания сразу же ставится в известность о выявленном нарушении, и сразу же принимаются меры для того, чтобы устранить это нарушение. Лаборатория ни в коем случае не призвана наказывать комбината питания за выявленное нарушение. Это не контролирующий орган, а именно орган, который оказывает содействие в соблюдении именно всех существующих норм для школьного питания. Поэтому, как только будут приняты меры, специалисты повторно выезжают, специалисты лаборатории, выезжают на это предприятие, где выявлено нарушение, еще раз проводят исследование. И это проводится до тех пор, пока действительно, как бы сам факт не будет устранен окончательно. В столовых готовят здоровую еду. Важно, чтобы это понимали сами дети. Ведь питаются они не только в школах. Магазины и реклама соблазняют школьников продуктами, которые могут причинить здоровью непоправимый вред. В антирейтинге детского рациона газированные напитки, фастфуды и, конечно же, чипсы. Чипсы – продукт вредный и опасный, хотя некоторые верят, что изготавливают их из самого настоящего картофеля. Нарезают тонкими ломтиками и жарят со специями. Но так делают не все. Подавляющее большинство производителей используют пшеничную и кукурузную муку, а также соевые крахмалы. В организме эта смесь превращается в глюкозу, а ее переизбыток накапливается в печени. В состав входит и огромное количество вкусовых добавок, а пользы от них нет никакой. Еще одна горькая правда о чипсах, которые так любят дети. Как правило, их обжаривают на дешевых жирах. Специалисты выяснили, что в одном маленьком пакете этого продукта содержится аж 30 граммов гидрогенизированного жира. Врачи утверждают, что из-за этого развивается атеросклероз. А несколько лет назад ученые обнаружили в чипсах еще один опасный канцероген – глицидамид. Он способен вызвать даже раковую опухоль. Именно поэтому медики настоятельно советуют вычеркнуть чипсы из детского рациона. Лучше баловать своих чад конфетами и фруктами. Работать над культурой питания мы считаем, что надо совместно. Культура питания – понятие широкое. Оно должно прививаться с детства, еще когда ребенок начинает только кушать самостоятельно. И продолжается на протяжении всей, наверное, жизни. Потому что меняется период жизни, потребность в определенной пище меняется. В этом направлении очень много делается. Всеми, так скажем, учреждениями, сферами. В школе культура питания последние пять лет, наверное, она одна из первостепенных, потому что если ребенок здоров, то, значит, учение идет положительно. Если ребенок нездоров, конечно, здесь об обучении говорить, о качественном обучении говорить тоже очень сложно. То есть взаимосвязанные звенья – учеба, здоровье, жизнь. Культура питания – это и учитель, это и классный руководитель, это и та организация, которая организует это питание, это и родители, это и сам ребенок, который слышит, понимает и делает в этом направлении все, что говорит. Система здорового питания оказывается довольно эффективной. С каждым годом снижается количество школьников, страдающих поражением желудочно-кишечного тракта. Все изменилось после того, как в стране ввели новые и достаточно жесткие санитарные требования. Многие начали отказываться от сникерсов и попсикол в пользу морковных салатов, горячих супов и молочных каш. В качестве этих блюд можно не сомневаться. Эксперты дают гарантию.